Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Таня, и я сняла уже больше 50 видео про Испанию, про мою интеграцию, про мою иммиграцию, про мои чувства, про обычаи, традиции и куча-куча разных тем. Вы можете все мои видео посмотреть на этом канале. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что странно в Испании, но при этом абсолютно нормально в России. Будьте добры помедленнее, я записываю. У этого видео есть первая часть, я рассказывала о том, что нормально в Испании и странно в России, то есть наоборот, вы можете это видео посмотреть. И переходим ко второй части. Вторая часть, мне кажется, будет не менее интересной, потому что, например, вы понимаете, что в России, если вам нужно поехать куда-то на поезде, то вы берете себе плацкартный вагон и спокойно едете. Ты поди голодная, вот держи, мандарины у меня есть, вот, вареные яйца, вот, крутую. В Испании плацкартных вагонов не существует. Этого не может быть, просто не может быть. В Испании ненормально ездить с чужими людьми, когда пятка смотрит чужая тебе в нос, когда люди переодеваются под простыночкой, когда люди едят курицу-гриль в поезде и так далее. Вот. Да что ты, она свежая, еще четверо суток еду. В Испании это совершенно ненормально. Мне кажется, если бы испанец хоть раз попал в российский плацкартный вагон, он бы просто сошел с ума. Я на такое не подписывался. Потому что в Испании все поезда это тренда селенсио, то есть поезда молчаливые. Люди заходят туда, садятся в кресло, втыкают наушники, читают, спят, отдыхают, не разговаривают. То есть испанцу в российском поезде, мне кажется, буквально была бы хана. Ну, просто я не могу представить тебе испанца в российском плацкартном вагоне. Белье брать будете? Буду, буду. Между нами, говоря, здесь комплект 300 рублей. А ну тебе надо? Следующее, что нормально в России, но абсолютно как бы невозможно в Испании, это, во-первых, обращение друг к другу женщина и мужчина. Слышь, мужик! Мне кажется, если вы посмотрите все российские сериалы, то там большинство диалогов построено на том, что «Женщина, подождите! Мужчина, отстаньте! Женщина, вы куда? Мужчина, я туда!» Мужчина, мужчина! Ну, то есть все обращения в России это женщина и мужчина. Э, мужик, ты куда? Но это еще не самое странное для испанцев. Что в Испании абсолютно невозможно, так это обращение по имени-отчеству. Ольга Александровна, здравствуйте! Денис Леоднидович, здравствуйте, голубчик! Ольга Александровна, у меня к вам неприятный разговор. Что случилось? Ну, плохая новость в том, что вас тут по имени-отчеству тоже никто называть не будет, потому что отчества в принципе не существует в Испании. Никаких Хосеевичей, никаких Педровичей здесь нету. Здесь у детей обязательно есть две фамилии, фамилия матери и фамилия отца. И прикол в том, что если это мальчик, то фамилия по маме не склоняется. Если вот на примере русских фамилий взять, да, то это будет Иван Иванов Петрова. Египетская сила. То есть мамина фамилия у мальчика останется в женском роде. И это такая странность Испании, что фамилии не склоняются. Соответственно, отчества абсолютно точно нет. Еще, разумеется, я думаю, вы все об этом знаете, у испанцев не принято, у испанок, да, не принято краситься на работу, не принято наряжаться на работу. Разве для тебя нет разницы, какой на человеке костюм? Нет. Если в России нормально встать утром за два часа до выхода на работу, ресницы, брови, макияж, там, не знаю, румяна, хайлайтеры и все прочее, то в Испании женщины наносят макияж только если это какое-то деловое мероприятие, очень важное вручение какой-то премии, ну и то не всегда, да. Либо это юбилей, либо это свадьба. Вот тогда испанки могут сделать макияж. На работу нарядиться и накраситься? Нет. Почему? Исключено. Просто исключено. Если это не телеведущая, не модель, исключено. Испанки этого не делают. Если говорить в целом и о мужчинах, и о женщинах, то испанки и испанцы никогда не носят одежду брендами наружу. Здесь это не принято. Если в России человек покупает какую-то брендовую вещь, то он должен всем об этом, конечно же, сообщить. Я Гуччи, и этим все сказано. Если это будет футболка та же самая Гуччи, там, Прада, не знаю, Луи Виттон и так далее, и она будет без логотипа, ее русский человек просто не купит. Потому что самое главное в брендовой футболке – это не ее качество, а ее бренд, который должен быть крупными буквами написан у человека на груди, на ботинке, на кроссовке, на штанине, на куртке, на шапке, где угодно. Испанцы не носят брендовые вещи брендами наружу. В испанских магазинах, даже в брендовых, очень мало вещей и футболок вот с таким логотипом на всю грудь. И чаще всего, если вы видите, что эти футболки покупают, их покупают туристы. Испанцы не покупают брендовые вещи, чтобы похвастаться брендом. Даже сумки испанки, они носят, конечно, брендовые сумки, но количество логотипов на этих сумках сведено просто к минимуму. Если человек знает, что это вот эта сумка, он ее узнает. Но, в принципе, не бывает такого, что, знаете, вперед сумка входит, а потом человек, или там вперед футболка входит, а потом человек. Еще все мы знаем, что в России принято дарить женщинам цветы. А в Испании цветы женщине дарить не принято. Ни на первое свидание, ни на второе, ни на десятое, не просто так. И даже если это будет день рождения, мужчина может, наверное, принести букет, но это будет какой-то очень скромный букет. Это может быть, кстати, 12 роз, например, потому что у испанцев нет этого предубеждения, что это ритуальное какое-то число четное. Они нормально носят четные числа, и они делают это просто крайне редко. Они могут маме на день рождения скорее подарить цветы, если она уже пожилая. Сколько вам лет? Не помню. Я бы дал меньше. Благодарю. Но молодой девушке просто подарить цветы не принято. Испанцы этого не делают. Они не дарят цветов. Здесь очень слабо развита доставка цветов. И если она есть, то с огромной вероятностью владельцы русскоязычные и клиенты русскоязычные. Потому что в Испании, повторюсь, это не принято. Еще в Испании, в отличие от России, не принято благодарить врачей, учителей, дарить подарки на день учителя, дарить какой-то подарок, если вам сделали успешную операцию, дарить какой-то подарок, если родился ребенок, и благодарить акушера. Подарок в студию! В Испании нет этой культуры дарения подарков. Я когда готовилась к этому выпуску, я искала на YouTube какие-то видео, как дарят подарки учителям, врачам и так далее, и наткнулась на целые гайды. Люди снимают видео о том, что уместно подарить врачу, что уместно подарить учителю, в какой момент это делать. Для испанца, мне кажется, это был бы шок. Ну, типа, в смысле подарить врачу за то, что он сделал мне хорошую операцию. О, боже, нет, я больше не могу этого носить. Все, ухожу, закрываюсь. Все. Ну, то есть, если он вас с того света спас, и то он, скорее всего, пожмет руку, испанец обнимется, и они будут вместе на бокал вина потом с врачом ходить и вместе как-то обсуждать, и, может быть, если они подружатся, да? Но просто так за какое-то успешное дело дарить подарок учителю или врачу или какому-нибудь там либо другому специалисту, который помог вам, да, госслужащему, не дай бог. То есть вы мне предлагаете взятку, чтобы я закрыл дело взятки? Просто прошу вас мне помочь. Вообще не принятые испанцы даже, мне кажется, не знают, что мы так делаем. Им это в голову, в принципе, не приходит. Они благодарят словами. Еще в России принято, ну, как говорится, да, дареному коню в зубы не смотреть. Если вам подарили какой-то подарок, то даже если он вам не нравится, вы, скорее всего, улыбнетесь, скажете, да, классно, спасибо большое, и там засунете куда-то на полку эту статуэтку очередную. Или там, не знаю, дезодорант на полку 20-й поставите и подумаете, ну, ладно, хорошо, подарили, подарили, ну, что я тут, да, ну, что я буду? Если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда это не человек не должен понимать, подарок расценивать. В Испании совершенно не так. То есть, если вам дарят подарок, который вам не нравится, вы не говорите сразу, что, ну, мне не нравится и так далее. Вы говорите, да, спасибо большое, но в каждой коробке подарка всегда лежит чек. Там нет суммы, но написано, что это чек до регало, это подарочный чек. Если вам не нравится этот подарок, вы идете и либо возвращаете деньги, либо в этом же магазине меняете эту вещь на какую-то другую. Это возможно в Испании, это нормально в Испании. В любом магазине, когда вы говорите, что вы покупаете вещь в подарок и вам оформляют ее в подарочную упаковку, вам уточняют, вам вот этот чек до регало нужен или нет. Вообще, в культуре Испании это нормально, менять подарки, которые не нравятся, сдавать их, там, не знаю, забирать деньги и окей. И никто не обижается, и никто потом не приходит в гости и не говорит, а где же мой статуэтка, где же моя статуэтка слоненок, который я тебе подарил. Ну, как бы люди все понимают. Я ничего не понимаю вообще. Еще в России абсолютно нормально в 17 лет выбрать свою будущую профессию. Надо идти в университет, надо учиться, надо выбирать специальность, надо 5 лет, там, не знаю, потом этому отдать. И нужно сразу принять решение. Так, сынок, настал момент определиться. Я мужчина. Я не правит. В Испании, я снимала об этом выпуск, почему испанские мачо до 30 лет живут с мамой, тоже можете посмотреть. В Испании не принято выбирать свою будущую профессию в 17-18 лет. Здесь нормально поступать в университет, там, в 24, в 25, в 26 лет, когда ты уже попробовал одно, второе, третье, когда ты попутешествовал, когда ты, может быть, отучился, ну, в аналоге колледжа или ПТУ, получил какую-то промежуточную специальность, может быть. Но в 17 лет говорить ребенку, что ты сейчас должен выбрать себе профессию на всю жизнь, нет, конечно. Вообще, испанцы так не говорят, они так не думают, они считают, что учиться можно всю жизнь, делать, что хочешь, можно вообще не учиться в ВУЗе, и это тоже будет нормально. В России, мне кажется, принято по-другому. В России есть вот этот гиперконтроль над тем, что ты будешь делать, когда вырастешь, и ты должен это решить, чуть ли там, не знаю, не с пятого класса. Здесь, конечно, не так. Это главные отличия, которые я выделила для себя, это больше 10 пунктов. Уверена, вы сможете найти что-то еще. Обязательно напишите мне в комментариях, что я забыла, поставьте лайк этому видео, если еще не поставили, подпишитесь на канал, помогите мне получить настоящую золотую кнопку. А мы с вами увидимся на следующей неделе. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!